определить вопросы, на которые я хотела бы ответить во время лекции. Почему вообще возникла такая идея? Потому что было несколько потоков в 1991, и всегда команды были очень разные, с разным уровнем подготовки, и я бы очень хотела максимально эффективно провести сегодняшнюю встречу. возможно у вас уже есть питчи и возможно мы сразу же будем... Кстати без света хорошо будет. Да, просто погано видно. Возможно у вас уже есть питчи и возможно мы сможем поработать. Для начала, можете ли вы представить сколько здесь команды есть? Раз, два, пять. Один человек, одна команда. Три команды. Пять команды. И на этом потоке пять команд. А есть какая-то специфика к потокам? Антикоррупционная. Антикоррупционная команда. Еще такой вопрос, у нас не было встреч с этим потоком. Встречи? У нас у всех разработка какого-то приложения, не программного как правило, это IT проект. Но он имеет антикоррупционную направленность. Если мысли глобально, это антикоррупция. Если предметно подходить, это программное решение. У кого мобильный додаток, у кого платформа. Круто. Эта презентация, она больше направлена на инвестора и поэтому сразу давайте начнем с вашей аудитории. Кто, точнее не так, давайте все-таки начнем с ваших ожиданий от лекции. Что вы хотели бы узнать? Мы хотели бы узнать, как правильно, наверное, подготовить презентацию. А с точки зрения дизайна или с точки зрения контента? Принятие решения, что может быть принятие решение, что до финансирования, что до того, что нас хотят? Честно сказать? С точки зрения, чтобы это удовлетворило директора инкубатора, чтобы она была довольно содержимым. Давайте немного серьезнее, без удовлетворения чьих-либо интересов. Есть вы, ваш проект и ваша аудитория. И человек, к которому вы обращаетесь во время плеча. Так что, здесь это How to make a great presentation for investors. Мы делали эту презентацию конкретно для инвесторов. Для инвесторов, да. Специфика 19.91 и проектов 19.91 в том, что конечный потребитель питча это часто не инвестор, а государство или какие-то корпорации. Поэтому важно понимать вашу аудиторию. И как вам важно понимать вашу аудиторию во время демо дня, так мне сейчас важно понимать специфику ваших проектов и кто на какой стадии сейчас находится. То есть, возможно, кто-то уже готовил 7 ключевых слов о своем проекте и знает, как его представлять. Нас пытались это заставить сделать. Клево. Давайте тогда каждый основатель проекта, кто будет питчить, сейчас скажет 7 слов, чтобы я поняла о чем ваш проект. Ну, не у всех получилось. Ну, давайте попробуем. Это не сложно. Глобальная система коммуникации между госучреждениями, госкомпаниями и конечными потребителями. 7 слов. Ух ты, у меня не красиво получилось. Глобальная система коммуникации между госучреждениями, госкомпаниями. То есть, вы соединяете, что вы делаете? Давайте переводить в глагол. Граинцев и госучреждения и госкомпаниями. Мы соединяем граждан и государственные учреждения. Для чего? Для того, чтобы госкомпании и госучреждения правильно работали. В чем правильность работы? Мы являемся клиентами госучреждения и госкомпании. Нас что-то не устраивает, мы хотим, чтобы что у нас не устраивает. То есть, я гражданин Украины подаю жалобу? Да. А государство? Ну, то есть, чтобы государство удовлетворяло жалобу? Да, мы это статистически делаем. То есть, мы не рассматриваем каждую жалобу, а мы направляем поток одинаковых жалоб. Мы их суммируем. И человек, тот менеджер, тот менеджер госучреждения или госкомпании, может обратить внимание на проблемы. То есть, он понимает, что это проблемы. А, то есть, вы статистически привлекаете внимание к проблемам. Которая была в виде мнений, еще как, надо, не надо, проблемы. Прикольно. Давайте тогда сейчас. Я предлагаю посмотреть видео с примером. У нас работающие сайты, если что. Круто. Ну, мы можем потом посмотреть. Секунду. Ну, я буду показывать здесь. Я предлагаю вам сесть поближе, чтобы вы все видели. А наайка на этом не будет, да? Ну, на самом деле, тут главное не видеть, а слышать. Ну, в принципе, о чем говорил Сергей и о чем, как я предлагаю сразу переводить вот эти первые слова. Из, там, длинных, сложных предложений вы их переделываете. То есть, вы предложения короткие, предложения с глаголом. То есть, не мы, глобальная компания, которая, а, мы делаем. То есть, и, ну, всегда делая акцент на ценности, которые вы привносите своим проектам, ну, то есть, вы даете понимание вообще о чем вы. Ну вот, очень понятные вещи, да, то, что он делает. Мы делаем красивые камеры для АПЕД-понусов. Презентация, говорить кофе абсолютно. Что-что? То есть, говорить, ну, меня зовут Александр, я Сирилов. Да, это первое, с чего вы начинаете, с приветствия. То есть, кто вы, да? Вы говорите чуть-чуть громче, чем обычно, потому что аудитория чаще всего расслаблена, да? Вы говорите немного... Вот, если вы заметите, то давайте начало. Да, на самом деле, это именно так. Да, на самом деле, это именно так. Меня зовут Ярослав, я CEO и co-founder of Petcube. Зачем это делать? Потому что, ну, да. Это тоже специально было? Нет. Нет, да? Нет. Мне просто интересно, как бы, есть разные инструменты, чтобы... Да, да. Вы можете... Как называется? ...разработать речевое пространство. Всех, кто спит. Ставь! Понятно. Представиться вначале и сказать, какую роль вы занимаете в компании очень важно, потому что человек, сидящий в зале, впервые вас видит, и он после этих слов должен понять вообще, насколько вам можно доверять. Дальше эти семь слов, которые дают вообще понимание, о чем ваш проект, тоже очень важны, потому что человек запоминает лучше всего начало и конец. Дальше уже идет детализация, но, в принципе, и благодаря этой детализации мы понимаем, что это за проект. Давайте вернемся к вашим ожиданиям. Давайте сразу очертим вопросы, на которые стоит ответить во время лекции. Вы говорили о том, как делать презентацию. Вы имеете в виду саму презентацию в очередных слайдах или что? Ну, общий объем. Кто-то говорит две страницы, кто-то говорит три страницы, кто-то говорит двадцать страниц. Хорошо. Давайте еще вопросы. Вопросы. Из чего? Из чего? План презентации? Из чего? Окей. Из чего состоит? Чи может быть просто в видео презентация? Просто короткий видео? Тобто презентация, два слайда, ну наскільки там чоевка мается на базе оцей контент, правильный контент, который можно интегровать в интернете? Вы имеете в виду, может ли демонстрация проекта быть на видео? Ну так, ризным интерактивным элементом. Демо проектом. Мы понимаем, что сейчас после презентации есть очень ризно. Да, это очень красивый вопрос. Спасибо за него. Демо проект может быть совершенно разным, и я бы просила вас сделать его наиболее репрезентативным. То есть вы говорите, Сергей, что у вас уже есть работающий проект. То есть когда у вас есть работающий проект, это вообще супер класс. Вы можете показать демо, как работает проект. Вы можете провести человека сквозь ваш проект. Вы можете взять его и показать, как он работает. Кстати, я могу показать пример. Вернемся к вашим вопросам. Еще какие вопросы? А это презентация для кого? Это презентация для вас. Нет, 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 нет. Вот это. Пяткуба. А, это презентация для инвесторов. Это YC Combinator выпуск в YC Combinator. Все знают, что такое YC Combinator? Это в Германии? Нет, это штатовский самый большой инкубатор. Один из самых мощных. Ярослав вот этим летом, кажется, выпускался оттуда с программой и с проектом, простите. И когда вы выпускаетесь из YC Combinator, то точно так же есть демо-дни, когда вы представляете ваш проект перед рядом инвесторов. Ну, то есть у вас будет разная аудитория, да? То есть это для инвесторов в американских инкубаторах. Да. А сколько у них в период инкубации? Ну, по-разному. Мне кажется, что месяца, по-разному, если не ошибаюсь. Ну, надо уточнить. Я думаю, что эта информация есть в этот кабинет. Ну, насколько информация дублирует то, о чем ты говоришь, или дополняет? Что именно, сколько? На презентацию. Ты можешь, да. Что более приоритетно? Что более дублировало то, что ты говоришь? Или более… Презентация? Да. Или дополнительно не дублировало то, о чем ты говоришь. Слайд. Дубляж слайда. Окей, давайте это разобрем. Презентация и текст. А провести его по проекту слайдами? Или на браузере? А давайте я покажу пример. Вот, чтобы… Полностью, да? Не быть голословной. Покажу пример, как это… Это презентация проекта на TechCrunch Disrupt. Почему мне он нравится… То есть человек презентует одну функцию для Ikea. То есть приложение для Ikea. И почему она мне нравится? Это достаточно сложный проект, который он презентует. Но тем не менее, у него выходит очень классно благодаря нескольким вещам. Я не знаю. 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 Это не обычный инструмент. Это не обычный инструмент. Это вообще 3D. И теперь мы можем видеть, что происходит. Зумим вон, видите, скреты. И, кстати, мы можем ванимировать эту кухню. И разговаривать и мешать. Таким образом, нельзя смотреть на красные и красные и красные照ления, пытаясь понять, что происходит. Мы с Ikea 3D на Twitter. Пожалуйста, ретвитайте, чтобы мы можем получить «а-сист» и «а-сист». Спасибо! А почему мне нравится это видео? Потому что тут есть несколько вещей, если вы заметили, могу прямо сначала прочитать. Сначала спрашивают, кто... Да, да, да. Сначала обращение к аудитории очень простое. То есть перед ним, на самом деле, это тег раньше Нью-Йорк, и перед ним огромная аудитория. То есть расшевелить такую аудиторию достаточно сложно. Если вы заметили, еще раз обращаю внимание, что он говорит достаточно громко. И он сразу обращается к аудитории, типа, Who here loves Ake? Заметит, что у него вот здесь планшет, на котором он сейчас будет показывать. И он сразу обращается к аудитории, типа, Who here loves Ake? То есть жест открытый, жест большой, да, и то есть видно, что человек расположен к аудитории сразу. Дальше. Ikea iPhone? А, почему? Обращение по поводу Ikea. Ikea – это то, что практически каждый пробовал, и это очень понятно. Очень важно, простите, очень важно начинать и вообще говорить с аудиторией с помощью тех вещей, которые им понятны. То есть для американской аудитории понятно, что Ikea, ну то есть, ну кому никого нет Ikea. А как построить сразу общение с государственной аудиторией по антикоррупционной тематике? То есть как бы настроить, что я буду говорить про то, чтобы всем понять, что я не люблю коррупцию, как и я. Вы тоже не любите коррупцию, как и я. Вы все здесь не любите коррупцию, как и я. Мне кажется, что давайте вот здесь отталкиваться от вашей аудитории и от аудитории, на которую будет направлен ваш проект, с кем вы хотите сотрудничать, кого вы хотите завлечь с помощью вашего выступления на демо-дне. И узнав больше об этой аудитории, можно с ней общаться. Потому что, ну вот так, как бы, что гадать? Я не знаю, кто ваш потенциальный партнер или инвестор в государстве, поэтому мне сложно вам ответить. Набу. Что ж? По интенсиверной системе антикоррупционное бюро. Класс, но я все еще знаю мало о них. То есть, знаете, я приведу пример очень хороший. Мне кажется, что, ну, мне не кажется, это работает. Когда мы готовили ребят, где кранч-дисрап, у них там был список потенциальных инвесторов. И на пати, где они представляли свои проекты, то есть, там пришло порядка 50 инвесторов. И у каждого, ну, то есть, и каждый из них выбрал там условных своих 15, да, которые вкладывают в определенного рода проект. Там, типа, for pets, for, там, не знаю, for babies и так далее. И они проводили анализ этих инвесторов. И точно так же здесь нужно провести анализ людей из вашего набора. Именно как людей или именно как руководителей, которые принимают решения? И руководителей, и людей, на самом деле. Чем лучше вы знаете вашу аудиторию, тем вам легче с ней коммуницировать. Давайте продолжим. Дальше он говорит про боль. Вот он прям говорит, что типа, I know there's pain in the butt. Those little boxes in the warehouse, and then go home and put them together. Pain in the butt, это геморрой. Да, 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 да. Только у него такая более открытая аудитория. У вас все-таки аудитория, вот более формальные отношения с вашей аудиторией. И дальше он демонстрирует все, как это работает. То есть он все клацает, показывает вместе с упаковкой, показывает эти штрих-коды. Очень важно провести вашего пользователя по пользовательскому сценарию. То есть, чтобы он понимал, как это работает. Ну, то есть, я бы очень просила вас сделать так с вашими проектами. Ну, и вот вы видите, да, это не видео. Это вот просто человек суперактивно объясняет, и просто нужно продумать, как это будет в аудитории. Ну, в том, что, ну, вот, ты вот прям чувствуешь, да, какой он активный, как он горит проектом. Ну, и кому он будет? Трань off the barcodes of these IKEA boxes. Ладно, и к конце, ладно, ну то есть он вот все рассказывает, и это, между прочим, 30 секунд. А, нет, это минуты, простите. Он еще в конце успевает сказать какие-то заключительные слова, которые там... Пожалуйста, reach me in, so we can get the cease and desist. Thank you! Ну, вот, камон. Да. Это к вопросу о демо у нас было. Пройтись по пользователю, если кому-то, так, чтобы люди в аудитории тоже поняли, как этим пользоваться. Ну, демо у него было, как бы, не файл, а он просто вышел, рассказал и показал. Да, это так тоже можно. Можно прикликать. Вы можете сделать, можете сделать видео. Ну, то есть, тут, на самом деле, вариантов показать демо масса. Вы можете сделать анимацию, да, как, что во что переходит. Давайте дальше. Какие еще есть вопросы? Это неактивная деталь. Вопросы такие? Да. Насчет чего? По поводу ожидания лекции, что вы можете узнать. Да. Окей. Тогда давайте перейдем. А стоит ли вот, ну, как бы, у нас по поводу, ну, был при питче, да, и вот углубление в технические детали, вот из другого инкубатора, там, по скайпу задали вопрос, а как это работает, да? Ну, то есть, вот, есть сайт, есть там визуализация данных, а какие данные вы берете, где вы их берете, ну, то есть источники, как это преобразуется, да? То есть, там, допустим, процессы какие-то информационные, схематические в виде одного слайда, как бы, стоит ли это делать в презентации? Ну, или стоит ли это делать в демо? То есть мы берем там с одной базы, взяли с другой базы, соединили. То есть, когда человек сидит перед вами в аудитории, ему интересно знать, как работает ваш проект, но ему интересно знать, как работает ваш проект просто и доходчиво. То есть, там не должно быть, не знаю, огромных массивов данных. Вы можете сказать, что, не знаю, вы упрощаете жизнь там в несколько раз благодаря вот этому. Облакам. Облакам. Хорошо, ладно. Я не очень пока что знаю специфику ваших проектов, поэтому нет. Не, ну, облака это облачные механизмы. Да, это я понимаю. Но они, на самом деле, все достаточно сложные. У нас был такой момент, что мы проговаривали показывать, как эта ситуация решается сейчас и как, и следующим шагом, как мы предлагаем ее решить, с помощью нашего решения. То есть, те вопросы, которые задавались, они задавались разработчиками. Ну, разработчик задает вопросы разработчику. Это просто профессиональный интерес, это другая аудитория. Тут есть еще момент аудитории, да? То есть, вы обращаетесь в более общей аудитории, и вам нужно удовлетворить своим выступлением многих. Ну, то есть, вам не нужно вдаваться настолько в детали, чтобы не разработчики уснули. То есть, условно, вам нужно тестировать ваше выступление на людях вне вашего контекста. То есть, условно, если вы филолог, да, то вам не нужно, вам нужно рассказать разработчику свое выступление. и если вы разработчик, то вам нужно найти биолога. Ну вот как-то так, да? Просто протестировать то, что вы хотите говорить, да? Просто, чтобы не было совпадений вот этих очень точечных тем. Давайте так пройдемся. То есть надо и тех удовлетворить, и тех. Ну, то есть как бы там будет комиссия, да? И каждая комиссия, ну комиссия, она состоит. Какая комиссия? Ну, у нас на демодей кто? Нет, там будут инвесторы потенциальные для вашего проекта, там будут представители государства, которые будут потенциально с вами сотрудничать, это ваши потенциальные партнеры. Там будут представители вселенной корпораций вроде Майкрософта, там будут медиа, которые о вас напишут, и вам нужно очень четко и ясно объяснить, почему до вашего проекта жизнь была хуже сто раз, а вот теперь посмотрите. Кто еще там будет? Ну, обычные люди по приглашению, какие-то профильные еще. Не знаю, вот в прошлом в прошлом потоке было очень много медицинских стартапов и были там представители клиники Добромбута. Ну, то есть, вот они искали потенциально, то есть, проекты, которые можно имплементировать себе в клинику. Ну, как-то так. Так, о чем мы будем говорить? На самом деле мы будем говорить... А если наши не ищут такие проекты? Не ищут? Да. Не знаю. Нет, может и ищут. Опять же... Они говорят, что мы такое уже все сделали. Да, это проблема антикоррупционных проектов, потому что... Да, мы уникальны. Мы это уже все делаем. Ну, тогда у вас еще... Перед вами еще больше вызов стоит доказать, что вы уникальны и что вам стоит верить и с вами стоит общаться. Как сказать, что вот это нужно делать только с нами? Показать за рекомендационерами. Нужно показать ваше преимущество. Ваше конкурентное преимущество. И сказать, что вот есть ваши конкуренты, вы можете сотрудничать с ними, но с нами у вас выйдет в два раза быстрее. Возможно, не дешевле, но быстрее. И эффективнее. Окей. Давайте мы пройдемся быстрее. Это презентация, в принципе, на компании, от которой я выступаю, с Гиппи. Это проект, с которым мы работали. Я думаю, что... Я хотела бы остановиться именно на тех моментах, которые, мне кажется, вам должны. Аудитория. Я уже несколько раз повторила, что, в первую очередь, когда вы готовите выступление, у вас есть какая-то схема, к которой мы вернемся. Был вопрос, из чего состоит питч. Но самое важное, это понимать, к кому вы вообще обращаетесь. То есть, кто это? Это толстый инвестор, которому важны деньги. Это государственный чиновник, которому важно посидеть, работать так, так, как он работал раньше, или это государственный деятель, который хочет что-то изменить. Ну, то есть, просто понимайте свою аудиторию и старайтесь быть ближе к ней, быть понятнее к ней. Демонстрация проекта. Мы уже частично об этом поговорили. Какие вообще были примеры в 1991, как люди делали демонстрацию проекта в основном? Все делали просто на слайдах. Да, очень мало кто делал видео или гифки, или еще что-то. Был очень классный пример не демонстрации проекта, но такого взаимодействия аудитории у Паши Бондаренко из Коэзми. Он вышел с датчиком, который вы крепите... Вы знаете, что такое Коэзми? Да, знаете, датчик, которого нет? Датчик, да, датчик, которого нет. Но который потенциально... Хотя, я, если честно, не такой большой знаток, есть он или нет, я знаю, о чем проект. Ну, если быть абсолютно корректным. Это датчик, который контролирует то, сколько вы энергии потребляете. Паша, чтобы показать, что делает такой Коэзми, что он сделал, он вышел, и взял такую огромную байду в руку и сказал, что это вы можете купить за 20 гривен в переходе, но это вряд ли освободит вас от головной боли по... Ну, почему? По контролю за количеством электроэнергии, которую вы потребляете дома. А вы знаете, я, к сожалению, не могу это показать, но это вот такой ящик, который вы покупаете действительно в переходе, который вы крепите на свои датчики, и датчики просто не работают. Ну, вы не знали, да, о таких вещах? Ты помнишь? Да, только он презентировал для Киевэнерго эту штуку. Ну, и на демо-дне тоже. И, ну, и на демо-дне тоже. И, ну, и на демо-дне тоже. Вашего проекта, и как будет с ним. Уже много бумаги. Как говорить о денег? Так, давайте на этом сейчас не будем останавливаться. Струкция. Я думаю, просто, что мы все равно к этому дойдем и придем. А почему нельзя о деньгах поговорить? Ну, давайте о деньгах поговорим. Как показывать деньги? Деньги нужно показывать, сколько... Вообще, мне бы странно, что это... Как показывать или как говорить? Ну, у нас есть бюджет, пункт, допустим, который мы должны показать, да? В виде там двух-трех картинок или там, ну, без насыщенных цифр, да? Вообще, идеально было бы, вот, в вашем случае, показать таймлайн. То есть, условно, как вы запускались, с каким количеством денег, на что это пошло. И, ну, показать, в каком моменте, ну, вот, на каком этапе вы сейчас, сколько вам еще денег нужно и тоже вот куда они пойдут. Вот это то, как говорить о деньгах. То есть, там еще будет отдельный слайд про бизнес-модель, так что мы к этому еще вернемся. Вообще, я предлагаю... Я потом вам просто более детально я покажу графики, и... Ну, так будет легче. Структура. Из чего это состоит? Это структура по Гаю Кавасаки. У 1991 есть презентации, с которыми с вами, наверное, уже делились. И там... Нет, не делились. Или делились. Там... То есть, у 1991 есть определенная отработанная структура презентации. И там вот, там есть конкурентное преимущество, то есть, которое расписано в таблице. И, в принципе, ну, то есть, вы можете брать вот эти две структуры, да? То есть, титулка, где вы... Вот, это структура Гаю Кавасаки, у вас есть структура 19 и 81. Вы можете взять какую-то из этих структур или по ней делать презентацию. Что бы я хотела здесь вообще подчеркнуть? Независимо от того, какую структуру вы берете, вам нужно очень полно раскрывать каждый пункт. И если вы где-то не можете сказать... Ну, допустим, если у вас нет какого-то очень явного конкурентного преимущества, то лучше об этом не говорить. Ну, вот, лучше пропустить это. Вот, честно. То есть, всегда лучше, ну, либо сказать что-то важное, да, либо убрать. Так, здесь будет по-каженному. Титулка. То есть, здесь ваш логотип, название компании и семь слов о вашем проекте. То есть, вот, самое важное, что вы хотите, чтобы человек о вас запомнил. Семь слов о компании или о проекте? Ну, проект. О проекте, да. Либо просто ваш слоган, да, благодаря которому человек понимает, о чем ваш проект. Проблемы по тиминити. Мы уже, кажется, говорили об этом вот в Икее. Там, где он сказал, что он вот говорил про pain и потом сразу говорил о том, как это может быть. И, в принципе, если вы посмотрите питчи, то везде, вот, где человек хочет сразу как-то акцентировать внимание на своем проекте, он, люди, ну, всегда начинают с проблемы, вот, как было до и как будет с моим проектом. Как будет, если вы скачаете наше приложение. Ну, то есть, вот, проблем оптюнити. Абсолютно логичная история, да, когда вы начинаете, ну, берете человека и говорите ему, что, камон, ну, ребята, есть такая проблема, но это не, на самом деле, не катастрофа. А как было до, если до не было, не было открытых данных? Показать, ну, бумаги, ну, до не было, не было открытых данных, а сейчас, ну, полтора года назад, допустим, сейчас они есть. Прокративо. То есть, какой период, какой период до? До проекта, до начала инкубации или до... Нет, мы смотрим рыжь, что происходит на рынке. Ну, как не было. У вас же тоже есть компания, которую вы считаете конкурентами, и тоже что-то делают на этом рынке. Это и есть то, что было до? Ну, да, вот, это же... Да, а какого... Мне просто легче ответить, если вы скажете, какой у вас проект? BI-Bot. У нас проект BI-Bot. Мы визуализируем, это проект визуальной аналитики открытых данных в сфере публичных финансов. Показываем... Публичные финансы, это о чем? Публичные финансы, это платежные транспорты, транзакции на казначейском рахунке. То есть это все государственные организации, которые делают платежи, оно все заносится в E-Data, который публикуется, и для того, чтобы работать с этими данными, они сейчас там, ну, просто база данных, да? Можно дать себе критерий поиска по E-Pro, получить табличку. Ну, то есть, условно, если кто-то покупает слишком дорогие лавочки на Крещатик, вы можете показать это красным, и люди будут переживать. Ну, вот. Ну, то есть... Я с многом таким рисуюсь. Ну, это визуальная аналитика, то есть представляется визией связи. То есть... У кого они купили эти дорогие лавочки? Вот. Очень хорошо. Ну, значит, так и нужно с этого начать, что раньше мы не знали, ну, или нам было сложно убить, у кого государство покупает, и за сколько, ну, разные предметы, разные вещи, не знаю, делает закупки. Как относится презентация к ассоциациям? Например, если можно ли сравнивать море информации и так дальше? Ну, если они корректные, то да, стоит их использовать. Если они чересчур такие романтичные, не стоит. Правда, лучше от них отказаться. Составцы. И да, и плюс выдерживаете какую-то одну линию вашей презентации. То есть если вы, там, не знаю, пошли на какие-то шутки, да, но и вот вы возвращаетесь в серьезность, ну, это хорошо. Ну, как-то, не знаю, вот разбавлять. Ну, если вы просто на серьезе, ну, как бы тоже окей. Но нельзя, чтобы презентация была слишком разной. То есть, условно, если вы будете делать какую-то серьезную презентацию, а потом поставите... Котика. Котика, ну, или что-то такое, то это будет... Ну, а серьезность тут как? В принципе, есть, ну, официальная лексика, там, нормативно-правовая база, да, и вещи, которые, в принципе, можно рассказывать, они все описаны, там, в указах президента, в постановках, да, вот, если используют только эту лексику. Это серьезно? Тогда, нет, ее нельзя использовать. Нельзя использовать? Конечно, нет. Ну, то есть, зачем? То есть, кто это понимает? Кто, ну, вот, послушайте, если, ну, вот, даже в журналистике, я просто из сферы журналистики, есть даже одно правило, что нельзя использовать правовые акты в статьях. Ну, точно так же нельзя... Почему? Ну, вот, вы видели когда-то в хорошем издании статьи, где, там, не знаю, указывалась какая-то часть закона. А, это цитаты из первых актов. Ну, да, или там, не знаю, какие-то ссылки, окей, можно делать, но, в принципе... В законе Украины в ООС-бюджете предусмотрено финансирование на сколько-то столько-то, да? Ну, вот, в нормальных СМИ так не пишут. А, как пишут? Залаза закона... Давайте я вам покажу, пожалуйста. В бюджете 2017 100 миллиардов на парке. Это лучше, это лучше. Вот так, да, пишут? Это лучше. Предусмотрено, сделано... Эти все вещи переводите в активный... А, там, Министерство обороны Украины по нагальному фонду 120 тысяч... Ну, вот, вы же сами, когда говорите, вот такие конструкции, вам же самим как-то, ну, вот, не знаю, слух режет. Ну, вот, мне, честно, режет слух, мне сразу хочется уйти из комнаты. Ну, а чему? Допустим, если в государственных путешествиях, там только так и говорят. Если ты там скажешь что-то про другого... Давайте так, есть человеческий язык, и вот давайте мы будем говорить о человеческом языке, понятном нашей аудитории. Это, ну, будет, мне кажется, очень классно. Хорошо, а если вот, ну, не официальная лексика, а, там, техническая лексика, как это звучит, допустим, определение, вот, там, в информатике, там, еще где-то, ну, то есть... Например. Давайте, Валя, пропозирую, что это... Валя, я чуть-чуть, я не смотрю, окей. Ну, окей, давайте Ваш вопрос. Ну, как звучат вещи, допустим, в, там, в чем мы реализуем, там, информационная сущность, да, то есть такие вещи, которые... Визуальная аналитика, да, это определение направления, там, ну, новое направление информатики. То есть не, там, визуализация или еще что-то, а визуальная аналитика. Ну, то есть я говорю терминологию техническую, насколько можно использовать. Визуальная аналитика, если будет понятно, что... Что-то там, по-русски, с тем, наверное. Смотрите, вот эти... Мы когда начинали, мы говорили о том, что нужно тестировать на человеке не из Вашей сферы. То есть и у Вас аудитория не специализирована. Поэтому, если Вы говорите о технической стороне Вашего проекта, Вам нужно сделать так, чтобы Вас понял человек, который не является специалистом по данной теме. Если... Ну, и просто нужно корректно об этом рассказать. Ну, то есть... Вот какой Вы говорите специ... Ну, какой у Вас был пример специализированной лексики? Информационная сущность. Информационная сущность, что это? Как бы Вы меня объяснили? Я не понимаю. Запись в базе данных. Ну, уже лучше. Какой базе данных? Какой? Моносы данных. Какой? Ну, окей. Хорошо. Но запись в базе данных уже лучше. Запись в подкрытии. Мы берем эту информационную сущность, представляем в виде графа. То есть граф это, скажем так, определение уже из математики. Теория графов, построение социальных сообществ, их кластеризация. То есть это как бы вещи, которые... Ну, как я их объясню? Их можно показать. Синонимы. Очень просто. Есть синонимы. У этих всех тенеров, которые Вы сказали, есть синонимы. Но если Вы сразу не можете придумать, тогда забиваете это слово. Google пишет синоним. И вот Вам выдает. Синоним тому слову, которое ты не можешь написать. Не синоним даже надо им понимать. Надо понимать, что они показывают. Они показывают постоянные бизнес-связи между чиновником и каким-то СТД. Или каким-то... Вот это все. Ну вот клево. То есть связи. Система графов — это система связи. Почему они так и думают на такой языке? Я не знаю, зачем графы? Система графов... Я просто недавно была на конференции, там, где рассказывали про систему графов. И даже там это показывали, как система связи. Когда Вы хотите донести свою информацию большому количеству людей, то Вы просто обязаны говорить на их языке. Давайте я перейду на эту. На презентацию 19-21. На презентацию 19-21. Все по-моему. Сейчас вот просто как бы многие говорят про такие вещи, как искусственный интеллект, машинное обучение. Да, и если строить вот как бы обработку информации по этим вещам, да, это что-то там из темы Data Science, то как вот это простыми вещами их можно там показать? Например, разукрасить и сказать, вот мы там делаем такие размалевки, да, этих данных и таким образом, ну, как-то так вот уйти от этого. Рассказать там про машинное обучение, ну, в технических презентациях там формулы рисуют, там рассказывают какие-то алгоритмы. Давайте, наверное, вот к Вашему вопросу вернемся в более детальнее в понедельник, когда Вы будете презентовать. Или после. Где-то еще в понедельник. Ну да, у нас были такие договоренности. Да, чтобы надо быть причем. Я Вам могу даже картинку загуглить, показать и, в принципе, такое можно объяснить. Окей, давайте после. Хорошо. Давайте пройдемся по этому. То есть после того, как Вы рассказали про проблему, да, и возможности ее решения, Вы говорите про Вашу целевую аудиторию, да, и для кого это вообще создано? Возможно, у Вас одна целевая аудитория, тогда Вы говорите про одну и Вы можете описать ее. Здесь некоторые еще используют какую-то игровую форму, там где они используют storytelling, рассказывают там. Вот есть менеджер X, который, менеджер Петр, да, который использовал, а, у которого была проблема и который начал использовать наше приложение и после этого стал спать намного лучше. У Баффера была, сейчас секундочку, есть, вот, у Баффера была, был пример слайда, секунду. Это Баффер, Вы знаете, это проект, который ставит в очередь Ваши посты в социальной сети и, то есть, вот, Вы ставите, ну, ставите в очередь, там, пишите время, когда должен пост быть опубликован и спите спокойно. Ну, то есть, Баффер, когда, ну, презентовал, он, в принципе, там, так и говорил, что, типа, вот, был человек, который не спал и, ну, потому что, вот, в 2.52 нужно что-то опубликовать. И теперь у него достаточно, достаточно времени, чтобы и высыпаться, и работать. Так, вернёмся к 19.91. Ваши целевые аудитории, да, зачем, и думаю, а, зачем вам это, и цифры, то есть, сколько, сколько это целевой аудитории, да, потому что, сколько это целевой аудитории, это вот, и дальше к вопросу рынка. Почему им нужен Ваш проект? То есть, в принципе, это может быть тоже в одном слайде, где Вы описываете, вот, проблему целевой аудитории, какая она была до Вашего проекта, и как она решается сейчас. Ваше решение проблемы. Если Вы описываете несколько целевых аудиторий, то, соответственно, решений тоже несколько. Кажется, у кого-то был вопрос по поводу, вот, наш, почему нужно работать именно с Вами. У Вас, кажется, да, был вопрос? Не, не то, что с Вами. А, да, ну, как бы, чем мы уникальны? Да, вот это, на самом деле, слайд, да, над которым чаще всего люди больше всего думают, потому что, ну, здесь очень сложно показать, рассказать о своей уникальности. Для кого-то, то есть, уникальность, почему это можете сделать только Вы, это команда. То есть, это команда с опытом, который Вы применяете, там, в данном проекте. Для кого-то это, там, данные, которые, в первую очередь, будут открыты Вам, и, ну, потому что Вы уже договорились с министерством. Что это у Вас, ну, нужно смотреть. Рынок, то есть, вот, это, какой, ну, вообще, какой объем этого рынка, да, до которого Вы идете, потому что, если Вы говорите с инвестором, это супер важно, потому что, ну, и даже если Вы говорите с государством, то и государство ждет, ну, вот, ждет от Вас, чтобы Вы понимали цифры, да, и понимали, ну, то есть, все хотят видеть Вас, надежного партнера, то есть, если Вы понимаете, там, объем рынка, сколько Вы хотите от него взять, за какой срок, то, ну, логично, что Вы это посчитали, и Вам можно доверять. Ну, там, где есть рынок потенциал, понятно, что здесь есть графики, потому что, ну, так легче показывать цифры, да, и, ну, пока, вот, очень часто проекты показывают, там, какую часть рынка Вы хотите завоевать, это довольно сложно посчитать, в первую очередь, чем показать, ну, то есть, и когда Вы посчитали, Вы должны, как бы, ну, понимать, почему именно эта часть рынка, потому что, ну, Вас спросят, и Вам нужно объяснить, что там, не знаю, потому что наша команда вот так растет, потому что мы собираемся расширяться на, в таких-то областях и так далее. Конкуренты. Конкуренты. Очень часто люди говорят, что у них нет конкурентов, если что, они уникальный проект и все такое. На самом деле, конкуренты есть всегда, ну, то есть, когда Airbnb выходил на рынок, вроде бы, никого не было, но вроде них, да, но отели, это тоже были их конкуренты. И люди, которые… На букинге тоже квартиры есть. Да, ну, логично. Ну, то есть, это не прямые конкуренты, да, и поэтому здесь есть похожие, близкие и не конкуренции. Просто, когда Вы говорите о конкурентах, ну, смотрите шире на эту историю и описываете, почему, ну, в чем Ваше преимущество перед ними. Мне кажется, кстати, тут очень хороший вопрос, который помогает как раз найти всем в космосе, как вот эта проблема решается сейчас. Да, я думаю, отвечаешь там вопрос, понимаешь, куда-то обращается. Какая проблема решается сейчас, давайте… Ну, у нас есть проекты, например, в инкубации, которые не знают до конца, как эта проблема решается сейчас. И это очень интересная ситуация. Ну, потому что это очень закрытые системы. Мы работаем с очень закрытыми системами. Они как бы не выдают всю информацию. И тогда мы строим обратную проблематику, мы не говорим, как эта проблема решается сейчас, а делаем отсылку, как это решается где-то в других развитых странах, и мы предлагаем этот опыт применить. Это очень хорошее тело. Ну, вот конкретно есть, да, вот пример проекта, да, который вот работает именно с закрытыми глазами, можно сказать. Вот плюс-минус. Да, и не зная с кем. Надо исходить из того, что проблема никак не решается. Мы логируем, мы не можем сказать, что у нас есть догадки, но это не факт. Здесь можно сказать, мы исходим из того, что эта проблема никак не решается. Мы так не можем тоже сказать, это может оказаться не очень корректным. Неправда. Мы это делаем. У нас уже готово. У нас даже в обсторе где-то есть. Почему найти не можете? Не знаю, поищите еще. Понятно. Окей. Давайте вернемся к преимуществам. Вы можете, вот, слайд с конкурентами и преимуществами сделать в двух слайдах. Если вы видите, что достаточно одному, то есть не нужно растягивать. Это тоже очень важный момент, потому что нужно соблюдать время. Бизнес-модель. Ну, то есть, что такое бизнес-модель, это то, как вы собираетесь зарабатывать. Если вы какой-то, не знаю, проект, который собирается жить на гранты и еще что-то, то, мне кажется, ну, мое мнение, что о бизнес-модели все равно стоит сказать. Да, то есть, потому что даже если вы, ну, потому что человек, который дает грант, он бы хотел знать, да, он бы хотел знать, снова же возвращаясь к тому, что вы надежный партнер, да, которого, если вложить X, когда этот X закончится, вы, ну, продолжите существование. Ну, что, бизнес-модель, каждый день мы выступаем на мероприятиях, как этот, и ищем новых грантодавцев. То есть, как вы собираете деньги и на чем вообще базируется ваша цена? То есть, это какой-то процент от транзакций, ну, если честно, я сейчас не буду приводить примеры, потому что у вас антикоррупционный... Идеально это было процент от коррупции, это просто был бы идеальный вариант. Так вы, так ты, наверное, знаешь, Ан, в чем проблема? Так ты будешь зацикавленный всей коррупцией, чтобы процент был больше. Ты постоянно будешь хотеть, чтобы была коррупция, чтобы постоянно тебя башляла. Так я буду выкрывать, и получать 10%-ки. Ну вот, а представь, что когда коррупции не будет, ты зацикавленный в коррупции. Ну, когда закичится, требует нового добра. Давайте вернемся, простите. Простите, пожалуйста, говорите в дискуссии о том, сколько коррупции и какой процент потом будет. Этап развития проекта, ну, очень важный момент, потому что человек, который будет своим партнером, он хочет знать, насколько вам можно доверять, и как быстро вы растете, как вы развиваетесь, поэтому вы показываете там. Вот на старте было так, да, у нас была команда, мы сделали это, это, это. Сейчас мы вот здесь, да, и мы уже, у нас есть уже прототип, и, не знаю, мы запустили там какой-то проект, тут вы, не знаю, разослали там 100 людям, и они уже тестируют и дают вам фидбэки. И пишите, ну, вот, планы развития, да, там, вы хотите развиваться, там, покрыть еще несколько областей, и расширить проект, и нам нужны, и вам нужны там деньги на это, конкретно на это. Если вы везде пишите о том, где, ну, то есть, когда, сколько вы денег потратили, мне кажется, что это заслуживает доверия, да, потому что вы честно рассказываете о том, как вы работали, за какие деньги. У нас был проект в первом потоке, который рассказывал, что они запускались на свои деньги, и, ну, и они, кстати, я забыла, как они называются, если честно. Скорее всего, Animal ID. Это, наверное, Apple, Microsoft и другие. В первом потоке чего. Какая-то мечта рассказывать, то есть, о вашей команде, да, о том, что вы сделали, там, какие деньги вы потратили. Там, условно, человека часы, да, которые могли пойти на другую работу, вы заработали бы, это тоже деньги. Так обычно все врут, по моим наблюдениям, во всех стартапах. Я сколько не смотрел, все врут. Мы потратили 50 тысяч рублей, хотя их особо даже 5 несложно увидеть. Но то, что они что-то, ну, как бы, человека часы тратят, да, это факт. Ну, в принципе, если взять человека часы и умножить, да, среднюю зарплату программиста, которая опубликована в национальном стандарте, 2000 долларов, и сколько ты потратил, да, то можно, как бы, уже сказать... Использование средств, да, что уже сделано, инвестировано, и вот продукт, который вы за эти деньги получили. Вот, почему наш проект или Last Memorable Words? Это очень важная штука, да, потому что, как я уже говорила вначале, что запоминается то, чем вы начинаете и чем вы заканчиваете. И я, кстати, покажу вам пример Ярослава, который мы уже смотрели. Что они вынесли в конец? Деньги. То есть, эта презентация понятна, что для инвестора, и у инвестора важны деньги. Они, в конец, вынесли деньги с собачкой и сказали, что там рынок растет, мы уже продаемся, нам можно доверять. И имеется в виду вот, buy that revenue, units sold, margins are great, 45%. Вот, и на самом деле вот это человек запоминает, потому что дальше они уже говорят, что petcube is the future of petcube. Какие-то вот очень простые слова, которые говорят о том, что человек верит в свой проект и собирается его развивать. Там каких-то очень жизнеутверждающих вещей не было и не могло было быть. Зато инвестор запомнил последние слова, которые касаются денег. Почему ваш проект? Здесь нужно подумать, почему именно вы. Это может быть команда, это может быть какой-то совершенно новый подход, может быть рост проекта, то есть что за пару месяцев вы уже успели сделать вот это, или что вы поспособствовали тому, что открылись данные. Это все очень важные вещи, и нужно трезво оценивать свои возможности, но и не стесняться. Спасибо, контакты. Чем тут заканчивают. А как же этапы развития проекта, бюджет прошли? Там этапы были. А бюджет в конце цифры. Бюджет? А знаешь, в конце лучше показать свои критерии роста, насколько ты растешь. Из чего состоит? С паза проекта. Это не надо, да? Сейчас. Еще раз что? Ну, надо. Этапы проекта, на какой стадии вы сейчас находите. Дело в том, что это было. Может быть не так хорошо слышно, а может быть это моя проблема, что я до вас не достучалась. Ну, вы можете к нам поближе подсесть, и возможно вам будет виднее. Окей. Тогда объем презентации. То есть, давайте еще раз пойдем. По объему презентации. Вы можете брать классическую презентацию 10 слайдов, но я бы советовала вам добавлять презентацию 1991. Из чего состоит, опять же, там все очень четко объяснено, демо-проекта. Нужно проводить своего пользователя по сценарию и рассказывать очень ярко, классно, о чем, собственно, как функционирует ваш проект. Презентация и речь. Вот, это был вопрос, на который мы не ответили. Должна ли речь повторять презентацию? Ну, пока что вот по презентации, которые мы посмотрели, они чаще дополняют. То есть, речь чаще дополняет презентацию. Ну, и невозможно сделать так, чтобы презентация была шире, ну, хорошая презентация была шире, чем речь. Почему? Потому что на слайде не должно быть очень много текста. Ну, вот, хорошая презентация у Ярослава. Там, типа, три строчки, собачка. Вот. И, то есть, это и картинка, и текст. Понятно, что он говорит намного больше. Ну, то есть, то, что есть на презентации, он подчеркивает в своем тексте. То есть, он вот. Она дает, делает акцент на the margins are great, 45%. Как решается сейчас? Как решается сейчас? Это вопрос, который нужно задавать себе в поиске конкурентов. Окей. Так, у нас есть еще одна большая очень часть по поводу того, как, собственно, презентовать. Я бы вернулась к ней уже во время презентации. Возможно, у вас еще у кого-то есть вопросы? А вот эта часть, как, ну, строить, там, фильтры и блок, там, что-то будет потом? Филтры? Words. Пауза. Ну, то есть, мы об этом не будем говорить, да? Давайте поговорим. Если хотите, поговорим. Ну, давай. Ну, если вы хотите это перенести на понедельник, не проблема. Нет, понедельник уже лучше без этого. То есть, есть, условно, то есть, презентационные скиллы. Просто это вообще отдельная тема. И я не знаю, сколько у нас времени. Давайте как-то… Ира, сколько у нас времени? До 10 часов вечера риску. Да? Нет, ну… Вот презентационные скиллы, это, конечно, классно. Как зацепить публику антикоррупционной тематикой? Антикоррупционной тематикой? Ну, да. Точно так же, как и любым проектом. Вот это разроскнуло. Это универсальное умение, которое очень важное, на самом деле. Да, давайте. Ну, хотя бы, можно пройтись, ну, коротко показываю, как scoring, допустим, какие жесты правильно использовать, какая дикция нужна, как полюбить твое публика, хотя ты хочешь в нее плюнуть, например, и то и подобное. Ну, реально… Возьми взятку с самочастью публика. Хорошо. Да, вот… Есть ряд… Вы просто… Почему мы взяли эти проблемы? Проблем, на самом деле, при выступлениях намного больше. Вот одна из проблем – это, ну, точнее, самая распространенная, что человек волнуется, когда выходит к ауле-думере. Да, это сам волнуется, да? Да. И… А если он не знает, кто волнует? А бы мало травы. Ну, все волнуются, на самом деле. Но суть не в этом. Суть в том, что это очень связано с тем, как с любовью к аудитории. Это… В зависимости от того, там, экстраверт или интроверт вы… Ну, есть разные способы борьбы с волнением перед аудиторией. То есть, для интроверта, ну, лучше как-то подумать, перед этим быть поспокойнее, да? Вот, очень важно, чтобы вас не дёргали перед выступлением. Это, ну, в IT-комбинатор, откуда мы смотрели Ерслава выступление, у них, в принципе, перед сценой стоят несколько человек, которые настраивают вас к выступлению. То есть, которые говорят, что… Нет, которые говорят, типа, класс, вот, супер, у вас всё получится. Молодец, давай, короче. Молодец. И, на самом деле, это очень важная штука. То есть, это профессиональные психологи, которые вас настраивают просто эмоционально. А в TEDx, где, ну, к которому мы готовим выступающих, то же самое. Эта команда, которая работает со спикерами, она точно так же стоит вот перед выходом на сцену и со спикером говорит так, чтобы он успокоился. Серьёзно? Конечно. Ты офигенен, ты так выслушаешь. Нет, 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 нет. Вы не в TEDx или для какого-то? Просто, ну, и… Но тут в процессе нужно понимать, что люди разные, да, и кому-то, кого-то нужно похвалить, кого-то нужно успокоить, с кем-то нужно помолчать. И каждому, ну, способ выполнения перед выступлением, они совершенно разные. То есть, для кого-то это станцевать. Вот, правда, вот я видела людей, которые экстравертивны, вот им нужно пойти в туалет, там, не знаю, размяться, станцевать. Абсолютно чётко. Ну, то есть. А почему? Потому что человек разгорячился, и вот ему легко выходить. Вот Ярослава, например, он бывший танцор. И, точнее, не бывший, она сейчас танцует. И ему, вот, его с детства учили, когда выходишь, отдавать сразу тепло аудитории, вот, и представлять, что ты любишь аудиторию. Как это делать? Ну, правда, представлять, что любишь. Представляете, что вы обнимаете аудиторию. Думаете о ней хорошо, как бы, ну, вот, не знаю, пос... Влюбите в себя. Нет, это не влюбите в себя, это сами полюбите. Ну, то есть, не испытывайте недоверия. То есть, вот, человек, который выходит и становится перед аудиторией, он же один, а аудитории много. И у человека, на самом деле, намного больше волнений, чем у этой аудитории. Ну, то есть, ему сложнее, понятное дело, что довериться аудитории. Но это, в первую очередь, нужно сделать. И, опять же, способы разные. Ну, то есть, нужно представить, там, что эти люди хорошие, не знаю, желают вам добра. Может, ну, можете об этом не думать. Можете, вот, как я говорила, просто вы перед этим сделали зарядку, разгорячились и вышли. И, просто, вот, вы уже хорошо себя чувствуете. Какие еще есть способы? Давайте, может быть, вернемся к этому. Дикция. Можно рассказать, какую же историю вы начали? С историей начать? Нет, ну, если... Ну, то есть, ты знаешь, что ты хочешь волнуваться, ты можешь выйти, там, поприветствовать, что-то рассказать не по теме, просто какую-то... А, к сожалению... Ты привыкнешь к этой инфраструкции, и потом тебе будут уже... Да, абсолютно. Но в демонтне у вас есть всего лишь, там, 3 минуты вместе с демонстрацией проекта, и здесь вы уже не расскажете что-то не по теме. И вот в TEDx тоже это не работает, потому что у вас есть отведенные 18 минут, и перед этим с вами репетируют. И когда вы выходите, у вас нет ничего не по теме, да? И сказать, что я не репетировал, тоже нельзя, почему? Потому что, ну, вы репетировали. Можно даже в таком случае всё равно что-то придумать, вот, 3 предложения, что-то ты сегодня увидел интересного за день. Нет, 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 смотрите, это работает в длинных выступлениях, когда вы действительно не готовились, но это немножко другие. Это отработанные выступления, 3 минуты. Ну, то есть, вы эти 3 минуты отрабатываете. Вы знаете каждый свой слайд, вы знаете каждое своё предложение, интонации, абсолютно всё. Ну, здесь не может быть каких-то импровизаций. Правда? Не может. Это 3 минуты. Нет. Если вы заранее продумали шутку вначале, пожалуйста. Импровизации нет. Дикция. Есть упражнения. Просто если вот так вот натренировать... То будет класс. Всё, да, будет класс выступления, но если кто-то начнёт тебя перебивать и что-то спрашивать, ты потом собьёшься и... Смотрите, за эти 3 минуты... Отличие не перебивают. Ну, даже могут перебивать, ничего страшного. Правда. Ну, то есть, вы не собьётесь, вы знаете свою основу, вы можете к этому вернуться. Никакой проблемы нет. Ну, то есть, если вы слышите, что кто-то ведёт себя, ну, не знаю, так, как вам не нравится, обратите на него внимание. Скажите, ну, там, не знаю, улыбнитесь ему, скажите, у вас, наверное, будет вопрос, я задам... У вас, наверное, возникают вопросы, задайте их позже. Ну, вот как-то так. Обратите внимание аудитории на этого человека, поверьте. Всё внимание аудитории в данный момент питча, оно на вас. И тут внезапно это внимание обращается к человеку, который ёрзает, ещё что-то делает. Ну, ему неприятно это, правда. Он после того, что вы скажете что-то к нему, и к нему повернётся половина, четверть, пару человек в аудитории, он перестанет. Очень редко, когда люди потом всё ещё ведут себя как хамы и продолжают, там, говорить, там, да что за глупости ты несёшь. Ну, такого не будет, правда. Ну, мне, по крайней мере, очень сложно представить эту ситуацию. Ну, если будет пресса, я думаю, что, в принципе, никто не будет... Ну, если будет пресса и какие-то... Всё будет сниматься. Всё будет сниматься, то дискуссии и вопросы какие-то могут не выдаваться. А если обратить внимание, и пресса начнёт фотографирует, человек испугается и больше не будет задавать омор. Дикция. Перед тем, как вы выходите говорить перед аудиторией, вам нужно отработать свою дикцию. Потому что обычно мы больше времени молчим, чем говорим, и у нас просто речевой аппарат не отработан. И, на самом деле, способы отработки дикции в украинском и русском языках и английском совершенно разные. Ну, какие-то универсальные, это то есть вы идёте, улыбаетесь, очень долго ходите, улыбаетесь так. И просто, ну, разминаете речевой аппарат. Вы работаете языком полностью по зубам долго. И когда вы это делаете, вы просто чувствуете, что вам на самом деле легче становится говорить. Ну, вот, есть ещё упражнение, вы делаете челюстью так. Вообще, любыми способами разминаете себе речевой аппарат. Кстати, вот упражнение, там, ладно, к этому мы вернёмся. Понятно, что скороговорки тоже помогают. То есть, если у вас есть сложные предложения, то вы можете их быстро проговаривать. Быстро проговаривать и с орехами. Ну, на самом деле, это, конечно, очень банальная и старая вещь, но упражнение с орехами супер разрабатывает речевой аппарат. Недавно у моего друга были проблемы, ему сделали пластическую операцию и поставили одну штуку такую в рот. И ему очень сложно было говорить. Но когда её сняли, мы просто поразились, насколько у него дикция изменилась, насколько она стала классной. Потому что человек в течение двух недель очень сильно старался, когда он что-либо говорил. А он ещё радиоведущий, поэтому вообще супер. С любовью к аудитории мы поняли. Жесты. Что можно делать, что нельзя делать. Когда мы смотрели Икею, то есть я уже обратила внимание, что вы говорите, что Who here loves Ikea? I do. Ну, то есть, жесты, во-первых, должны быть открытыми. И вы, как человек, который вызывает доверие и любовь к аудитории, вы не должны стоять там вот так, вот так. Вы должны стоять в позе уверенной. То есть это обычно поза, ну, там, ноги почти на ширине плеч, да. Но при этом вам должно быть удобно. То есть не нужно делать это как-то через силу. Но чаще всего, то есть, вот мне удобно так жестикулировать. Я, в принципе, всегда так делаю. Есть люди, которым удобно... А, вот когда сцена большая, людей очень часто просят жестикулировать, ну, как вот полными руками показывать, вот там, паузы, фильтры волосы, how to work with voice. И когда камера вас снимает и снимает вас издалека, то это очень важно делать, потому что иначе, если вы жестикулируете просто вот так, вы скажетесь маленьким. Это какая-то такая очень странная вещь, да. Но благодаря жестам вы можете как-то казаться больше для аудитории. Когда у вас аудитория 300-500 человек, это супер важно. И делают даже такие вещи, как, ну, вот, не знаю, отрабатывают вместе с презентацией то, что вы стоите далеко и жестикулируете. То есть или продолжаете каким-то образом своими движениями презентацию. А, допустим, там, где вы показываете бизнес-модель, вы можете показывать, вот, типа, часть, мы хотим взять часть рынка. Или что еще? Какие еще могут быть у вас жесты? Вообще жесты то, что повторяет, ну, не то, что повторяет, а подтверждает вашу презентацию. То есть у вас есть ваш текст, да, и вы визуально его поддерживаете. Привет. Привет. Присоединяйтесь к нам. Нет. Ну, окей. Странно, что ли. Когда у вас будет текст, вы можете просто, не знаю, как подчеркивать, что вот очень хороший жест, объединяющий, ну, как, аудитории вас, когда вы говорите, у нас у всех с вами там одна проблема, да, там, нам не нравится, нам не нравится коррупция, мне не нравится, вам не нравится. Ну, люди визуалы, да, и лучше воспринимают все, когда они не только слышат, но и видят. Поэтому нужно отрабатывать. Главное, это не зажиматься, не стоять там, скрестив руки, скрестив ноги, и, наверное, ну, перемещаться. Если у вас есть там возможность ходить, да, то тоже это окей. Но, если вы видели, в TED-е есть такая вот красный, есть красный круг, за который чаще всего не выходит спикер, и чаще всего это отработанное движение. То есть почему спикер не выходит из красного круга? Есть две причины. Первая — это камера, которая, и свет, которая, ну, которая направлена именно на это место. И второе — это если бы я ходила постоянно вот так, вас бы это дико бесило. И вообще вот все жесты, которые вот такие вот, они тоже дико бесят. Ну, то есть нужно вызывать доверие аудитории, и жесты — это то, благодаря чему вы можете это делать. Паузы. Паузы часто возникают, точнее, не так. Паузы нужно делать. Люди чаще не делают паузы, чем делают их. Паузы, ну, логично делать там, где есть запятая, там, где есть точка, и лучшее. То есть вот если у вас есть текст, то часто вы можете выделить галочкой, что вот здесь пауза, и вам нужно дать человеку время подумать. Пауза — это возможность вашей аудитории понять, что вы сказали. Вот и все. То есть их не нужно бояться. Чаще всего люди говорят быстрее, чем они думают. Ну, то есть когда человек стоит на сцене, он думает часто, что он говорит медленно, и что аудитория скучает, но, скорее всего, это не так, и он просто волнуется и говорит быстрее, чем он хотел бы. Поэтому, ну, просто пару раз запишите себя на диктофон и послушайте, насколько быстро вы говорите. Возможно, вам скорее, не возможно, а скорее всего, вам нужно быть медленнее и делать паузу, делать акценты на словах, которые вы хотите, чтобы аудитория запомнила. Слова-паразиты. Слова-паразиты, ну, у каждого разные, ну, и нужно просто, не знаю, опять же записать себе на диктофон, и вы можете записать себе даже, что я говорю эээ, или там... А мы сейчас на видео пишем. На видео пишем. Да, мы пишем видео. Тебя. Класс. А потом всем показываем. И пишем не пишем на видео. Очень круто. В таком случае... А вы моих потем не дырались. Да? Ну, на самом деле, мне кажется... Можно зафиксировать всегда есть возможность. Да, но мне кажется, это такая боль, да, потом смотреть себя на видео или слушать себя. Но это, ну, возможность, как-то... Стать лучше. Да, возможность стать лучше, да. Поэтому нужно смотреть и... Ну, просто запишите себе, какие у вас проблемные слова, и там, просто напоминайте себе, что не нужно их говорить. Мы в понедельник можем публичные. Да, у меня есть фраза «политичная воля», и нужно просто выкинуть исланика. Что-что? Есть фраза «политичная воля», и просто это было бы выкинуть. Да, надо посадить всех. Посадить всех. Так, ну, это уже типа... Ну, это уже типа... Круто. Прекрасно. How to work with voice. Это очень важная штука, как работать с голосом. В первую очередь нужно найти свой средний, ну, средний уровень голоса, да, которым вы общаетесь с аудиторией. И он разный в зависимости от того, насколько большая аудитория. То есть есть такое упражнение, когда человек должен говорить громче, он должен чуть дальше стать, или вы должны чуть дальше стать, или вас должно быть больше. То есть автоматически я говорю громче. И вот мне уже не настолько комфортно, как было до этого. Пока, Гриша. Потому что, ну, я привыкла говорить в одном ритме. И понятно, что, чтобы аудитории было интереснее вас слушать, вам нужно голос делать громче, и голос делать тише. Когда вы делаете голос тише, то аудитория складывается впечатление, что вы говорите о каких-то более серьезных вещах. И, ну, то есть, если вы помните, то нам нравились учителя, у которых голос, на самом деле, был разным. Да, и они вот так. У которых он был как волна. То есть громче, тише, но, в принципе, он не очень отличается от вашей средней волны. Когда вы репетируете, просто становитесь, становитесь и представляете перед собой большую аудиторию, да, допустим, там и здесь большая аудитория, и говорите достаточно громко. Если нет микрофона. Если микрофон, то все намного проще, конечно, здесь. Ну, с одной стороны. С другой стороны, тоже нужно отрепетировать с микрофоном. Что у нас еще есть? Все. Let's present. Спасибо вам. Спасибо вам. В понедельник... Будем тренироваться. Да, в понедельник будем тренироваться. Прекрасно. Нет, так у нас понедельник тренироваться. Давайте, возможно, у вас есть еще вопросы? У меня вопрос не против, если скинуть твой Facebook. Не против, конечно. Можешь и почту тоже скинуть. И презентацию, да. И презентацию. Кстати, а нет, этой презентации нет. Но у нас в группе есть, возможно, есть старые презентации, они другие, они с расширенными бизнес-моделями, там всякие примеры. Ты об этом так скучно говоришь, но мне кажется, что это... Нет, это очень здорово. Просто мы решили сделать адаптивную какую-то презентацию без примеров, для того, чтобы просто это... Для того, чтобы это рассказывать, а не показывать. Потому что ты все равно отдельно показываешь примеры. Ну, то есть ты все равно отдельно там скидываешь, типа, вот вариант бизнес-модели такой-такой-такой. Но если вы пошерстите по группе, то там есть вот отдельно там варианты, как показывать команду, как показывать конкурентные преимущества, как показывать бизнес-модели. Что значит пошерстить по группе? Ну, у нас есть группа 19.21. Ну, вот как-то там. Оксана Крикун сбрасывала или я сбрасывала? Оксана Крикун, это второй момент. Если у вас нет больших вопросов, тогда спасибо вам большое за встречу. И надеюсь увидеть вас в понедельник. На тайдер. На тайдер. Да, на тайдер. В понедельник, когда вы будете на припичине ездить. Да, в 10.30. То есть это мы будем пичиться, показывать те презентации, которые есть. И походу можно там сказать, это неправильно, это так. Ну, то есть в принципе такое, да? Да. Если у вас будут вопросы до этого, вы можете сдать их до этого. Мы просто до понедельника режем презентации до какого-то такого состояния, ну, примерно, как они уже должны быть. Да, да. Прикольно. Вами, да, с вами, да. Завтра, в принципе, поговорить о тех вопросах, которые вы, допустим, ну, как представить, то, что вот сложно об этом сказать. Ну, вот у нас, да, Сан, там была такая же ситуация. Там, там. Там.